Добрый день, зрители офиса Фонтанки. Я, Александр Мальч, вас приветствую. Вы знаете, что в Петербурге в эти дни происходит фестиваль, посвященный юбилею Сергея Довлатова, посвященный его 75-летию. Он называется День Д. И ключевыми, ну, одними из ключевых событий фестиваля, конечно, являются две фотовыставки, которые вы сможете посмотреть. Они откроются буквально на днях и будут продолжаться некоторое время. Две фотовыставки, которые привезли в Петербург мои сегодняшние гости, Нина Николаевна Алаверт и Марк Ильич Серман. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, добрый день. Спасибо вам большое, что вы нашли для нас время. Спасибо, что вы нас пригласили. Мы расшаркались, как это принято здесь в Петербурге. Я быстро расскажу нашим зрителям о том, что одна выставка, которая называется «Довлатов в Нью-Йорке 80-х», проходит в Англитерии, и вход на нее совершенно свободный. Так что посмотрите на Дне Д, на сайте «Довлатов Д», и вы можете посмотреть, как оказаться в Англитерии. Это выставка фотографий Марка Ильича, а выставка работ Нины Николаевны ждет вас в «Эр-Арте», и откроется она тоже на днях. Вся информация есть на сайтах, и мы об этом, конечно, поговорим сейчас. Давайте, наверное, начнем. Вообще довольно сложно. Вас двое. Две выставки, они, в общем, с одной стороны одинаковые, с другой стороны абсолютно разные. Одинаковые они просто потому, что герой один, а по всему остальному разными. Но, Нина Николаевна, давайте начнем, наверное, с вас. «Дамы вперед». По алфавиту. «Дамы вперед». Вот чувствуется, что все-таки вы много времени живете в США. Почему? Потому что Марк Ильич говорит по алфавиту, а вы говорите «Дамы вперед». И в этом разница. И в этом разница. Скажите, пожалуйста, это самые известные, наверное, фотографии Сергея Дановича. Ну, видите ли, там есть и самые известные, которые всюду показывают и печатают, и есть. И те, которые намного менее известны, там все-таки 40 фотографий. Так что из них разные. Там есть не только в «Довлатов», поскольку это как бы называется «Довлатов и окружение», то там есть несколько известных имен, которые живут или жили. Некоторых уже нет. Неизвестный, Кузьминский, Олег Целков, Владимир Максимов, Некрасов. Вот так несколько человек, которые еще кто-то. Но это такой круг вокруг «Нового американца»? Да. Это в основном круг вокруг «Нового американца», потому что я тогда снимала много для газеты. И, скажем, вот Максимов, Синявский – это Париж, Целков. Но я туда летала по своим балетным делам, потому что я все-таки в основном балетный фотограф. И с ними встречалась и делала материал для «Нового американца». Интервью убрала, ну и снимала, конечно. Так что у меня вот они все остались. Это было очень мило. Они были все очень любезны. Все позировали? Ну, видите ли. Да, конечно. Потому что, как бы я их сняла еще. «Новый американец» я снимала по ходу. У них заседание, они меня вообще не видят совершенно, слава богу. А я снимаю, ну как, никому уже, ну как часть интерьера, знаете, тут вот хожу с аппаратом. То есть вы, как хамелеон, просто мимикрировали в пространство? Ну, если хотите сказать так. Это не обидность? Нет. Мимикрировали или как хамелеон? Оба. Нет, нет. Я просто ходила, как, ну, как бы такое, ну, интерьер, да, часть интерьера, скажем так. И, в общем, очень редко. Один раз у меня есть такая фотография, но ее нет на выставке. Это было празднование газета. Газета был один год. Вот в «Соколе», в ресторане «Сокол» собралось до тысячи полных человек. Довлатов выступает со сцены перед всеми, а я сбоку и снимаю. У меня есть такая фотография, я думаю, повернулся, и смотрю, ну, я вообще, что такое-то вообще? Можешь остановиться, наконец. А, Марк Ильич, вы писали о том, что Довлатов любил фотографироваться, да? Он и любил, и не любил. Он любил, потому что это все-таки, ну, стила, может быть, самолюбия. Мужскому, все-таки, знаете, в свете, там, я не знаю, перед объективом. Но ему очень быстро это надоедало. Это видно у меня на выставке, потому что там целая серия, снятая в один. Он везде суров. Он везде суров. Ему уже давно надоело все это. Ну вот. Я его снимал по его же просьбе, так что у нас были такие... Как, будем сказать, деловые отношения в этот момент. А вообще мы довольно дружили хорошо. Но, если я правильно помню, вы же жили по соседству? Да, мы были соседи. Он же нас туда и поселил. Все наше семейство, значит, меня и двоих детей. Прямо напротив своего дома. Чтобы можно было, когда он гулял вокруг этой парковки, он по дороге заглядывал и говорил, что он прочел что-то в новом русском слове, что его возмутило. Или написал новому американцу, что должно возмутить новое русское слово. Или, что значит, вот готова книжка, я вам сейчас ее заброшу. Он бросал нам ее в окно, потому что это было на первом этаже. И, пожалуйста, читатели получали подарок от писателя. И так происходило почти каждый день, да? Он заглядывал, да, каждый день. Но каждый раз было что-то другое. Но как только у него появлялось что-то новое, мы об этом узнавали одни из первых. Но вы потом сказали, что... Я читал об этом, что... Вам кажется, Сергей Донатович опробовал на вас и шлифовал некоторые... Ну да, это когда он приходил уже с более-менее официальным визитом внутрь дома. Не через окно. И тогда, когда он садился и занимал, как всегда, главенствующую позицию и начинал говорить, то, конечно, это был... Всегда это была замечательная история. Всегда это был рассказ с началом, серединой и концом, с кульминацией, с эффектами и так далее, которые он на нас отрабатывал, вероятно. Но это вы поняли только уже через некоторое время. Ну, как обычно. Ну, понятно. Нина Николаевна, вот Марк Ильич говорит о том, что Сергей Донатович всегда оказывался, садился в главенствующую точку. В «Новоамериканце» тоже так было? В «Новоамериканце» он был главный редактор. Да, вот по всему остальному. Естественно. Естественно, он, эту газету, так сказать, был ее, как бы, неизменный создатель, вдохновитель. Это было его творчество. Я так считаю, что он к ней относился вот как, ну, к написанию книги. Он придумывал с большим азартом. Относился и энтузиазмом. Он придумывал, он менял. Он всем объяснял на планерке, что там плохо, кто написал. Очень было интересно, конечно, было самое главное. А вы трепетали, вообще трепетали люди, когда разговаривали с ним? Потому что то, что мы видим на фотографиях, и то, как вы сейчас рассказываете о Сергеем Донатовичем, он был, ну, человеком, человеком властным. Извините, пожалуйста, мы познакомились с Долатым, когда он был никем. Ну, он был писатель уже, у него книжка была опубликована. Вот эта вся слава, она, в общем, пришла потом. Мы к нему относились, как мы все друг друга относились. Это была наша, как бы, среда. Я не знаю такого, чтобы я перед кем особенно трепетала. Но, конечно, когда он выходил и начинал на планерке рассказывать всем, что это за фразу-то такое он написал, что-то было не очень приятно. И так все этого боялись. У него было потрясающе слухно. И взгляд, так сказать, на слово, на фразу. Вот это было очень поучительным. Очень все многому научились, когда все два года работали с ним. Инна Николаевна, но вопрос, который я не могу вам не задать, он мне не очень связан с Сергеем Донатовичем, но связан с вашей деятельностью как фотохудожника. Ведь Ленинград, ну и там балетоманы вас знают как балетного фотографа, как человека, который занимался фотографией, который фотографировал балет. Как вам удалось переключиться? Вообще эта вот сложность, ну так с творческой точки зрения переключения? Знаете, что я не могу так сказать, что я переключалась. Просто поскольку я оказалась в такой ситуации, как эмиграция, и мы тогда поначалу очень общались много, потому что мы вместе приехали, как-то мы вместе входили в новую жизнь. И просто у меня в руках был фотоаппарат, и я считала, что, знаете, это такое явление необычное, эта культура русская, появившаяся, осваивающаяся в Америке. Когда-нибудь, я считала, после нашей смерти, когда все придут в себя, это все немножко объединится, культуры сольются, так кажется, одна русская культура. Я считала, что надо оставить документы, раз уж я держу аппарат в руках. Так что я принципиально никак не переключалась, я просто снимала. А получилось так? А получилось, что мы, кто-то вернулся, кто-то именами, как Довлатов, но все равно получилось раньше, к счастью. Марк Ильич, а вы когда оказались в Нью-Йорке, я видел одно из ваших интервью, вы говорите о том, что вас город продолжает удивлять, и что вы все время находите что-то новое. Вот как фотографа вас, ну что ли, эта волна впечатлений не обескуражила, волна изображений, которые вы увидели? Которые я увидел. Которые вы видели в Нью-Йорке. Это же ведь совершенно другой, ну что ли, изобразительный ряд. Ну, бескуражить, наверное, не совсем подходящий термин для этого. Ошеломить, да. Это действительно очень сильно и труднопреодолимое ощущение, которое, ну, скажем, можно в поэзии выразить. И вот сейчас я готовлю выставку в таком Ironman Institute при Колумбийском университете. И там эта выставка вся разделена на две части. Это «Петербург и Нью-Йорк». Петербург, который я снимал в 70-е годы. И Нью-Йорк, который я снимал в 90-е, 2000-е и так далее. И она называется «Поэзия города». Поэтика города как-то так. И вот я думаю, что результат этого впечатления – это такая поэма в картинках. Ну, сложно с этим было справиться, да? Как-то ощутить себя. Ну, что ли, здесь, в Ленинграде, с которого вы уезжали, я так предполагаю, что вы знали, каким он получается в результате в изображении. Вы знали, где его и как можно снять. Нью-Йорк – город, который кардинально противоположный вообще по всему. То есть, если есть там анти-Ленинград, не в плохом смысле, безусловно, в смысле изобразительном. Мне кажется, что это Нью-Йорк. Нет, я не прав. В изобразительном, конечно, совершенно два города не похожи. А исторически немножко похожи. Потому что, во-первых, оба назывались «Новый Амстердам». Так что, это такое идеологическое сходство. А физически, конечно, нет. Это новый свет, и это надо воспринимать как новое. И привыкать к этому. И воспринимать это уже как данное. Давайте вернемся к Сергею Донатовичу и к тому, как вы с ним работали. Есть, вы описываете эту историю, но я хотел бы вас попросить ее слегка повторить. Есть история, когда он занялся постановкой фотографии. Я правильно понимаю. Да. Ему нужно было снять обложку для сборника, по-моему, самых лучших его рассказов. Наши. И он мне позвонил, сказал, что все, готово, приходи, сейчас снимешь и все. И пошлем обложку в Ардис. Ардис – это, знаете, да, издательство? Да, издательство. В Мичигане, в Ван Арбор. Там, где работали проферы. Элендей и Карл. Очень хорошая книжка, кстати, Элендей об Родском. Ну, неважно. И я пришел, действительно, все было готово, все атрибуты, три единства соблюдены, автор в окружении героев, фотографии героев висели на стене. И повешена была пустая рама, в которую впоследствии Сергей должен был вклеить название. Потому что он делал обложки сам. Он сам был замечательный художник. И в книжной графике он тоже очень хорошо разбирался. И это было не так сложно, на самом деле. Но это все делалось руками. Не было фотошопа, не было никаких иллюстраторов. Ничего такого не было. Никогда. Еще тогда. Но заготовка была сделана. И там, значит, у меня на афише этот кусок этой обложки есть. И там видна проволока, которая, значит, за этой рамой. И которой потом на обложке, естественно, не будет. И там будет название. Вот. Ну, там была некоторая техническая сложность, потому что это происходило на писательской кухне. В прямом смысле. В прямом и переносном смысле. Там казалось, что расстояние между камерой и объектом было очень небольшое, поскольку кухни узкие. И это типовой такой малодоходный дом, да, или как такое называется, я уже не знаю. Ну, в общем, в Квинсе, весь Квинс застроен вот такими домами, с такими кухнями и с такими планировками. Кухня узкая. И, значит, там практически не было места для меня. Там для Довлатова было место. Для его атрибутов было. Даже для камер было, но для меня не было. Ну, пришлось так и сделать, поставить камеру, а самому уйти. И я снимал это просто с автоспуском и в расчете на то, что получится. Тогда не было цифровых камер. Это снималось все на пленку. Значит, это было снято практически наугад. Ну, вышло. И потом, через там три дня, когда... Да, еще был такой момент, когда я все-таки посмотрел, встал на место камеры, посмотрел на кадр и увидел, что там один край пустой. И тогда мы просто принесли вешалку, на которой висело пальто. И запомнили немножко часть кадра. А что Довлатов, конечно, сказал. Ну вот, будет подпись под фотографией. В пинк-клубе приехавшему бедному эмигранту выдали пальто Хемингуэ и шарф в Негута. Ну, что-то в этом роде. Вот. И таким образом мы все это сняли. И вышла обложка. Которую мы все видели. Да. Которую и по сей день выходим. Да. Конечно, по концепции она очень хорошая. С этим сложно спорить. Тем более, что придумал Сергей Донатович. Поэтому, если бы она вышла не очень хорошо, вы всегда могли бы сказать, что это... Что это я придумал. Что это не вы придумали, а Сергей Донатович. Нина Николаевна, скажите, пожалуйста, А правда, что вы были человеком, который приехал в Нью-Йорк и сказал Довлату о том, как он популярен в России? Это действительно так? Что? Что вы рассказали Довлату о том, как он популярен в России? Да, да, да. Понимаете, я в 87-м году, когда открылись ворота, и я поехала повидать дорогих друзей, и я как раз ему и сказала, что, во-первых, мы уже знали, что его знают. То есть доносилась, да? Да. Доносилась информация, да? Да, да, конечно. Все-таки мы поддерживали отношения. Кто-то боялся, кто-то поддерживал, и я попросила его выйти на улицу из радио Свободы и снять его, это были мои единственные цветные фотографии, и он сказал, меня просто в дом не пустят. Если я не привезу твои снимки. Так что он вышел, и очень, совершенно без всякого возражения он меня попозировал, и вот, это как раз из таких фотографий, которые я опубликую. И я туда приехала, и действительно обнаружила, что его цитируют на каждой кухне. Туда, в смысле сюда? Да, когда сюда. Я приехала в Россию, извините. Нет, нет, все хорошо, просто понятно, что вы по-другому говорите. Да, да, да. Я вернулась, ему об этом рассказала. А он мне сказал, да, я знаю, поздно. И вот все меня спрашивают, почему? И я это объясняю только одним. Понимаете, это в молодости так хочется, чтобы было все напечатано, чтобы все тебя знали, чтобы была слава. Это естественно, это каждому хочется. А тут он же столько переболел этим всем, что в России не печатали, что его не знали, он беспокоился, что уже как бы притупилась вот эта острота желания. Я понимаю, это только так. Я не спросила, что он имеет в виду, потому что не надо каждое слово спрашивать, а можно додумываться. Нам нужно заканчивать, но я не могу вас не спросить о том, как, ну что ли, как в Америке сейчас относятся к Довлатову. Или это больше, это больше там советский или русский писатель? Это писатель для тех, кто знает для русскоговорящей аудитории? Или есть люди, которые... Нет, его читают в Америке. Его много переводили и читают. Ну, кто читает, кому интересно, кто-то читает. Знаете, страна большая. Ну, понятно, что читающие люди... Конечно, да. Я был свидетелем одного известного разговора. Он к предыдущему эпизоду, который описал Нина Николаевна, разговор был такой. Сергей и моя мать, Руфья Александровна Зернова, которая писательница. И он, значит, сказал так. Вот вы, Руфья Александровна, член Союза писателей. Я главный редактор. А в Советском Союзе издали книгу Алаверт. Нет, он очень смешно, очень много. Он любил такие, знаете, немножко эпатировать людей, дразнить и посмотреть, как получится. И с восторгом мне рассказывал, как он всем звонил и говорил. А у Алаверт вышла книга, и она вот получила такую сумму долларов. Я ему говорю, да, ну, брось. Это Барыжников уговорил, который не имел к этому никакого отношения. И так далее. Очень смешно рассказывал, как кто реагировал на это событие. Вот он любил такие. Вот он скажет и посмотрит. Как ты реагируешь? Потом рассказывает. Это тоже были своего рода импровизационные такие байки. Он из этого взял. Брал настоящий эпизод, потом слушал то, что скажет, а потом из этого уже делал собственную историю. Иногда только русло. Ну, конечно, да. И, друзья, если вы успеете оказаться на фестивале «День до Владова», то вы эти истории сможете послушать, потому что наши гости сегодняшние обязательно встретятся со зрителями, например, во время кино, после одного из показов в рамках «Дня до Владова». Ну, на dovlatovday.ru вы можете посмотреть все, все расписание фестиваля, посмотреть, что, где и когда будет происходить. Спасибо вам большое, что вы оказались сегодня в нашей студии. И большое вам спасибо, что вы преодолели такое большое расстояние из Соединенных Штатов указали здесь, в России. Самолет везет. Самолет везет, мы сидим, но... Он летает. Ну да, но не всякому. А ты спишь. Я как-то пытаюсь комплимент вам сделать, поблагодарить вас, а вы все говорите, что все делается. Надо сказать спасибо, и все. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, Марка Личнин, Николай Николаевна. Спасибо вам большое.